Долгое ожидание и ежедневные риски опоздать на работу. С такой проблемой ежедневно сталкиваются жители района Мирный. На протяжении нескольких лет автомобилисты и пешеходы жалуются на сложный перекресток, пересечение улиц Юбилейная и Заводская. Водители подолгу не могут выехать из микрорайона, а пешеходы сетуют на отсутствие тротуаров. В чем причина проблемного участка и когда она будет решена, смотрите далее. Проблема, что не выехать с перекрестка, нам надо поставить сюда светофор. И они сузили бордюрчиками дорогу. Тут и так-то было не проехаться. Она вон какая вся страшная, выбита. Еще они бордюрчики сделали и как бы вообще плохо проезжать стало. Светлана, как и многие автомобилисты, проживающие в районе Мирный, знает этот перекресток на зубок. Утром не выехать на юбилейную, вечером не повернуть обратно. Хорошо, когда уступит вежливый водитель. Если нет, придется ждать 10, а то и больше минут. В воскресенье я ехала, и вот женщина, девушка с коляской шла. И три машины оттуда выезжала. Так мне пришлось всех выпустить. А тут тоже за мной сколько машин скопилось. И вот в воскресенье минут пять стояло, чтобы завернуть к себе туда, к Мирному. Такое плотное движение на перекрестке вполне объяснимо. Здесь находится школа и детский сад. А недавно открыли два общежития. И поток машин стал еще интенсивней. Поставить светофоры на этом участке жители просили уже давно. Но такая возможность появилась только в этом году. Торги по обустройству перекрестка выиграла компания «Капиталстройнао». По словам заказчика работ, централизованного стройзаказчика, восемь светофорных секций будут установлены к концу октября. То есть она будет туда, в прямую и в обратном направлении, чтобы видно было водителю. По улице Юбилейной и по улице Заводской, чтобы выделать водителя. Светофоры будут, значит, обустроены табло обратного отсчета, как для транспортных секций, так и для пешеходных. Также в рамках договора подрядчик обустроит подходы к тротуарам и ограждениям. Как сказали в Центрстройзаказчики, все ГОСТы на участке соблюдены. Проезжая часть как была, 6 метров, так она и осталась. Единственное, что там облагородили и сделали радиус, положенный как по ГОСТы. То есть там все нормально? Проезжая часть не сузилась ни на сантиметр. И автобус там проедет, да? Который там же в 8-м не ходит? В автобус там ходит маломестительный, пазики, поэтому они там войдут. Кроме того, до конца октября светофоры типа Т-7 установят у всех образовательных организаций города. Социально-гуманитарного колледжа, музыкальной школы, профессионального училища, у школ и детских садов. Валентина Чибичек, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.